Одно из главных изменений октября – окончание срока уведомления работодателем о выборе между электронной и бумажной трудовой книжкой. У тех, кто пока не определился, в каком виде хранить информацию о местах трудовой деятельности, время, конечно, еще есть, но немного – до конца года. В жизни человека разные события происходят. Утеря, сгорела ли трудовая книжка. И порой очень сложно восстановить те периоды трудовой деятельности, которые необходимы для учета при назначении пенсии. И электронная трудовая книжка, она позволяет уже, так сказать, не пасаться этих явлений, потому что они всегда будут находиться в системе. Важная корректировка в октябре произошла и в использовании материнского капитала. Теперь для подтверждения затрат на обучение надо просто написать заявление. Никакой бумажной волокиты, никаких копий договоров. Сотрудники пенсионного фонда все сделают сами. Соглашение заключено со всеми учебными заведениями региона. Здесь следует отметить, что распоряжаться в данном направлении возможно в случае достижения младшим ребенком, который дал право на сертификат трехлетнего возраста. И есть как бы отдельное условие распоряжения материнским капиталом на дошкольное образование и воспитание. Здесь как бы этого условия не требуется. И большая часть граждан, конечно, распоряжаются на детские сады. Самое, можно сказать, неактуальное изменение – новые правила получения пенсии, вступившие в силу с 18 октября. Теперь при смене банка пенсионер вправе выбрать дату начисления пособия. В Рязанской области уже несколько лет их всего две – 11 и 25. И к такому календарю пожилые люди привыкли. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».